Какая моя вторая любимая книга? Эта книга — «Великая борьба». И сегодня я хочу прочитать из главы под названием «Вальденци» на странице 78. Глава оканчивается на том, что протестантская реформация не закончилась после Мартина Лютера. Она должна продолжаться до Второго пришествия Иисуса Христа. И Бог поднял движение остатка адвентистов седьмого дня, чтобы завершить протестантскую реформацию. Имея это в виду, я хочу прочитать вам заявление Мартина Лютера. Он возродил протестантскую реформацию, и его чувства — мои сегодня. Я собираюсь заявить, что до сих пор я только слегка тревожил отступивших руководителей Генеральной конференции АСД. Вот что пишет Мартин Лютер, «Великая борьба», 142 страница. Но Лютера по-прежнему не покидало бесстрашие. Рим предал его анафеме, и все ожидали. Но с невероятной силой Лютер обрушил на Рим ответные обвинения и публично заявил о своем окончательном отречении от отступничества, от мерзости. Он говорит, «Мои враги сжигали мои книги, извращая истину в сознании простых людей и губя их души. И по этой причине я протестую против их отступничества публично. Публичный грех требует публичного обличения. До сих пор я только слегка тревожил Папу. Я начал дело во имя Бога, и оно будет окончено без меня, но и Его могущества». Да, друзья, до сих пор я только слегка тревожил отступивших руководителей Генеральной конференции и отступивших руководителей дивизионов АСД, отступивших руководителей унионов, отступивших руководителей конференции. отступивших пасторов в местных адвентийских церквях АСД, отступивших профессоров богословия в Университете Эндрюса, Оквуда, Южного, Лома-Линда, Ла-Сьера. Вы можете их перечислить. И даже в Университете Наймаки, НСЮ. Я тревожил их до сих пор, но сегодня все изменится. Вы помните те утверждения, которые я освещал вчера? Посмотрите вчерашнюю программу «Сила в полдень» в качестве разминки. Вы еще ничего не услышали. Но если вам это надоело, вы находитесь не в том месте. Но если вы хотите возрождения и реформации, если у вас есть любовь к душам, которые содержатся в плену, в обмане и отступничестве, вы находитесь в правильном месте на этой платформе. Протест и реформация продолжаются. Давайте перейдем к сути дела. Вчера я поделился с вами о том, как Ганун Диеп, руководитель отдела религиозной свободы, действительно продвигал мерзости. И на основании того, что я освещал вчера, я напомню подобные заявления Тони Палмера. Последнее заявление Тони Палмера. Тони Палмер был на самом деле предтечей, как он сказал, что я Иоанн Креститель для Папы Франциска. Вот что Тони Палмер сказал. И мне интересно, не является ли Ганун Диеп поддельным Иоанном Крестителем? И если это так, тогда где подлинное движение Иоанна Крестителя и Ильи? Тони Палмер сказал, что римская католическая церковь изменилась. Кто также сказал подобное? Ганун Диеп на прошлой неделе. Я сначала вам покажу Тони Палмера, а затем я перейду к Ганнуну Диепу. До сего времени я мало тревожил этих адвентистских отступивших руководителей. Почему это историческое событие? Потому что в 1999 году римская католическая церковь и протестантская лютеранская церковь подписали соглашение, которое положило конец протесту. Лютер верил, что мы спасены благодатью через веру только. Да, аминь. Но это не то, во что верила католическая церковь. Католическая церковь верила, что мы спасаемся делами. И тогда был протест в 1999 году. Они написали это вместе. В каком году? В 1999 году. Он действительно заявляет, что римская католическая церковь изменилась в 1999 году. Не забудьте этого, потому что у Гануна Диапа есть дата, чтобы доказать, что римский католицизм, иезутизм, также изменился. Оставайтесь с нами. Тони Палмер продолжает. Что эти две церкви сделали? Они соединили эти два определения вместе. Послушайте, я читаю дословно с католического сайта. Мне не надо слушать обман. Я пропущу эту часть. Итак, он сначала читает, а потом делает вывод. Это положило конец протесту Лютера. Братья и сестры, протест Лютера окончен. А ваш? Все ясно. Когда Тони Палмер сказал, что римская католическая церковь изменилась по вопросу оправдания по вере, что вера и дела идут рука об руку, то нет необходимости в протесте против римского католицизма. Протест окончен. Теперь Ганун Диеп сказал, что папство, иезуитизм, руководство римской католической церкви изменилось. Тогда что он, по сути, говорит? Протест окончен. Тони Палмер. Я бросаю вызов моим друзьям-пасторам-протестантам. Если нет больше протеста, как может существовать протестантская церковь? Может быть, мы все опять католики? Помните, в каждой шутке есть доля правды. И что Ганун Диеп сказал? Вот послушайте. Говорит Ганун Диеп. Например, что касается религиозной свободы, в средние века католическая церковь не жила согласно этому принципу. Но если быть справедливым католической церкви, то она изменилась в 1965 году, когда у них состоялся Второй Ватиканский собор, где они сделали заявление о религиозной свободе. И поэтому мы не можем клеветать на католиков, говоря, что они не изменились, что они против религиозной свободы. История говорит, что из-за иезуитизма и так далее было страшное время. И католики не были образцом для подражания в то время. Но это положение изменилось в 1965 году с выходом документа под названием «Достоинство человека». Кстати, это прекрасный текст по поводу религиозной свободы. Другими словами, адвентистов надо также просвещать о том, что происходит в мире, чтобы мы не клеветали на людей, не зная их вклада. Итак, официально протест против папства, протест против иезуитизма назван клеветой. Адвентистов надо переучивать. Позвольте мне внеси ясность. Ганун Диеп развязывает психологическую войну против адвентистского народа. Именно это он и делает. Что значит термин «переобучение»? Это идеологическая обработка, пропаганда, промывание мозгов адвентистского народа. Он должен знать предупреждение в Откровении 22 главе в сихах 18 и 19. «Если вы прибавите к Слову Божьему, Бог прибавит вам язвы, которые написаны в Божьем Слове. Если вы отнимете от Божьего Слова, Он отнимет ваше имя из книги жизни, если его имя вообще когда-либо было в книге Агнца». Это противоречит Библии. Посмотрите на экран. Кто в этом обсуждении еще принимал участие, когда Ганун Диеп сделал это заявление? Я вам покажу одного из них, второй слева. И обратите внимание на пост, который он занимает, который находится вместе с руководителем дивизиона. Я помощник президента нашего дивизиона. В мои обязанности входит координация процесса евангелизации и в то же время координация связи с общественностью и религиозной свободы. А теперь к вам вопрос. Если бы вы там сидели в то время, когда Ганун Диеп сделал такое заявление, продолжали бы вы сидеть или встали бы и вышли, или вы подняли руку? И когда они вам дали возможность задать вопрос, протестовали бы вы публично против отвратительной ереси? Если какой-то грех и отвратителен Богу более всех остальных, в котором виновен его народ, это ничего не делание в критической ситуации. Безразличие и нейтралитет во время религиозного кризиса рассматриваются Богом как тяжкое преступление, равноценное самой худшей вражде против Бога. Что говорит Библия о Леопарде? Звери из Откровения главы 13, стиха 2. «Тело леопарда, ноги медведя, пасть льва и дал ему дракон свою силу, свое место и великую власть». Это папство, это иезутизм. Почему тело леопарда? Почему? Леопард не может измениться. Вы, делающие зло, не можете делать добро. Это Иеремия 13, глава, стих 23. Ганун Деп отверг Библию и пророчество конца времени. И однако же он заявляет, что представляет какую церковь, кто на самом деле дает ему по-прежнему власть. И этот человек сохраняет свое положение. Его не заставляют молчать, его не лишают братского общения, но у них находится время осуществлять цензуру и маргинализировать доктора Конрада Вайна по этому конкретному вопросу. Давайте обратимся к духу пророчества книги «Великая борьба». Что она говорит о папстве? Что оно не изменилось? Страница 571. Хотя церковь приходит с извинениями, она не изменится. Пусть никто вас не обманет. Чем Ганун Деп назвал книгу «Великая борьба»? Клеветнической книгой. Книгой, которая порочит характер римско-католической иерархии и даже папы римского. Как он называет Эллен Уайт? Ясно как? Что она была клеветницей, опорочивала характер людей. Другими словами, друзья мои, если пророк проповедует ложь, этот пророк лже-пророк. Давайте не будем с этим заигрывать. Итак, Ганун Деп называется сестру Уайт лже-пророком. И поскольку Тед Вильсон и Марк Финли, руководители генеральной конференции, держат его на его посту, не исключили его из членов церкви, это означает, что они также говорят то же самое. Они замешаны в этой чрезвычайной ситуации. Это тяжкое преступление. Вы ожидали, что я скажу это однажды. Хорошо. «Великая борьба» страница 571. Папство, которому готовы протянуть руку протестанты наших дней осталось тем же, каким оно было во времена реформации. Оно не изменилось, друзья мои. Оно сохранило ту же гордыню и высокомерные притязания. Слушайте, изменила ли свое мнение римско-католическая церковь по вопросу непогрешимости? Папа говорит с кафедры, что он Бог на этой земле. Он наместник Христа. Изменилась ли римско-католическая церковь касательно ибельского поклонения, поклонения святым, мертвым людям, что они могут ходатайствовать за вас и других отвратительных ересей? Изменение произошло, но не с папством, а с Гануном Диепом. «Ты изменился, Ганун Диеп, а не Божье Слово». Здесь сказано, «Великая борьба» страница 565. Но мы безропотно терпим свободу религии до тех пор, пока не удастся заменить ее на противоположный принцип, без ущерба для католического мира. Какой гвоздь нужное место прямо сейчас для Гануна Диепа, который сказал, «Папство изменилось», потому что в 1965 году оно изменило свое учение и теперь поддерживает религиозную свободу. Что говорит «Великая борьба» 565-я страница 1-я в ЗАЦ. Друзья, я хочу это выделить. Многие люди смотрят на Папу Римского, Папу Франциска, и думают, что он тот единственный, кто является движущей силой и встряской в обществе, но они не осознают, что есть Черный Папа за кулисами. Его пост занимает сейчас Артура Соса. Черный Папа в кавычках является главным начальником иезуитов, а для всех намерений и целей Белый Папа. Может ли быть у нас такая версия в адвентистском руководстве? У нас есть Ганун Диеп и Тед Вильсон. Нет ли мы здесь видим? Потому что помните, что нам сказано? Ганун Диеп ПАЛ, отдел по связям с общественностью и религиозной свободой, представляет каждый отдел организации адвентистов седьмого дня в публичном пространстве. Другими словами, вся ответственность лежит на нем. Потому что ПАЛ, отдел по связям с общественностью и религиозной свободой, представляет каждый отдел церкви в публичном пространстве. И возлюбленные, вам это должно быть ясно, поскольку руководители Генеральной конференции отвергли теперь принципы Библии, пророчества конца и духа пророчества, как как руководители Генеральной конференции, я сяду прямо, как могут отступившие руководители Генеральной конференции быть остатком народа Божьего. Вы обмануты, если по-прежнему верите этому. Вам промыли мозги. Откровение 12 глава, стих 17. И пришел дракон в ярость на женщину и пошел вести войну с остатком семени ее, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа до пророчества, которое, мы верим, исполнилось в лице сестры Уайт и ее трудах в последние дни. Этот человек и те, кто его послал, он представляет церковь. Каждый ее отдел идет против Библии и Духа пророчества. Они вместе с ним не являются остатком Божьего народа. Клип 2. Паул представляет руководство Генеральной конференции. В этом клипе он скажет, «Я не выражаю своего личного мнения публично». Вот что он сказал. «Все, что я говорю публично, основано на том, за что проголосовала Генеральная конференция». О, кто верит, что Римская католическая церковь изменилась? Этот человек говорит, что за закрытыми дверями находится руководство Генеральной конференции, которое этому верит. Слушайте клип. С самого начала, как я представляю церковь, я не выражаю своего личного мнения, и когда люди меня спрашивают, что церковь адвентистов седьмого дня говорит по тому или иному вопросу, я обращаюсь к нашим официальным документам и отвечаю, вот за что проголосовала церковь. и поэтому с самого начала, и помните, я говорил вам, что был конкретный источник, который я называю СТС, особые оперативные, оверработники, они есть даже в руководстве АСД, в структуре организации. Один человек рассказал мне следующее, причины, почему среди нас великое отступничество, и почему они склоняются, умиротворяют и идут на уступки папству, потому что они верят, что римский католицизм, его иерархия изменились. Но никто никогда не говорил этого публично до Гануна Диепа, который это обнародовал. И теперь понятно, почему Нил Вилсон сказал, что «Великая борьба», антикатолическая книга и ей место на теологической свалке. И теперь понятно, почему Тед Вилсон издал книгу «Великая борьба» в сокращенном варианте, сделал из нее великую надежду, удалив оттуда все, что касается папства. Теперь понятно, что они верят, что папство изменилось. И это означает, что они также должны верить, что Библию надо выбросить на свалку. И трудам Лены Уайт место тоже на свалке. И потом люди говорят, что организация Генеральной конференции СД является остатком. Вы обмануты. То, что я сейчас сказал, это не мое мнение, а то, во что верят руководители. И теперь он говорит мне, что папа просто еще один человек. Помните, я говорил вам вчера, я слегка вас тревожил, я слегка тревожил отступивших руководителей, но не сегодня. Люди должны знать, что мы можем быть добрыми. Я могу встретиться с епископом, и что? Я имею в виду, что даже папа для меня просто еще один человек. То есть, некоторые люди говорят, если ты идешь навстречу с папой, о боже мой, ты предаешь церковь. Это ересь, это отступничество. Вы знаете, это просто невежество. Просто невежество. вы осознаете, что Диеп усиливает свою позицию. Как вы думаете, почему он это сказал? Потому что он хорошо осведомлен о протестах, о публичных протестах. Вот почему он это заявил. А затем он сказал, мы невежественны, а это уже психологическая война против церкви. Я могу встретиться с епископом, я могу встретиться с папой, и что из этого? Встретилась Билли, но Уайт с папой и улыбалась бы ему, и пожимала ему руку. А сделал бы подобное Джеймс Уайт, скажите мне. Когда Христос стоял перед Иродом, Ирод сказал, покажи мне чудо, Христос не обратил на него никакого внимания. Ирод был раздосадован. Вот в чем дело. И поэтому я говорю, просто протест не изменит ничего в отступившем теле организации СД. До меня были люди, которые просто протестовали, но они не использовали принципы Библии и Духопророчества и не возвещали весть об истинной реформации, которая должна произойти. И поэтому руководители Генеральной Конференции не беспокоят протест, потому что они уже об этом слышали раньше, они уже раньше с этим сталкивались. Почему они сейчас запрещают и подвергают цензуре людей? Потому что вы представляете библейские принципы, ведущие к изменению. Библия говорит, что папство это не просто еще один человек. Библия говорит, что папство, иезутизм это не просто еще одна организация. Папство, иезутизм назван человеком греха. блудницей, мерзкой властью, человеком погибели, как сатана. Второй фессалоникийцем не говорите мне молчать. Стих 3-4. Великая борьба, дух пророчества, 566 страница. Эта система папства самая опасная. Перестаньте играть в игры для гражданской религиозной свободы. Нам сказано, что протестанты внушали детям отвращение к папству и согласие с Римом расценивали как предательство Бога. Теперь же высказываются совершенно другие мнения. Это означает, что Ганон-Дед предает Бога и все те, кто поддерживают его, также предают Бога. Руководители Генеральной Конференции Лютер говорил, до сих пор я только слегка тревожил папу. До сих пор я только слегка тревожил отступивших руководителей Генеральной Конференции. Эту организацию с ее отступническими руководителями, которые дерзки в своих грехах. Они не являются остатком. Божий остаток это те, кто возвышает принципы Библии и Духопророчества. Вы можете найти таковых в теле организации, а также среди независимых служений, но не будьте обмануты, что такие руководители являются остатком. Нам сказано, что остаток соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса. Сказано, что они заявляют, что соблюдают заповеди Божьи или заявляют, что верят. Нет, они верят и соблюдают. Соблюдать не означает отрекаться. Соблюдать не означает поносить. Откровение 12 глав, 17 текст. «И те, кто теплые, будут извергнуты, вы либо горячие, либо холодные». То есть они либо соблюдают, либо отвергают. Это просто означает, что там может быть остаток, но он в отступлении. Это оксюмарон. Дождитесь воскресного закона, и вы увидите. Ганон Диев говорит, что у Христа была экуменическая миссия. Это означает, что у Христа была экуменическая миссия. То есть он хочет собрать... Друзья, Арсения, я скоро подойду к твоему комментарию. Итак, что он фактически сказал? У Христа была экуменическая миссия. Возлюбленные, это не высосанная из пальца. Находится ли Ганон Диев в экуменическом союзе с Папой Франциском? Давайте посмотрим, что означает экуменизм. Папа Франциск проталкивает экуменизм крови. И кто там присутствует? Ганон Диев. Кого он там представляет? Адвентийский народ. Не меня. Представляет ли он вас, спасенных, чтобы служить по миру, спасенных, чтобы служить здесь и новых зрителей? И те, кто адвентисты в чате, представляет? Посмотрите на экран, что значит слово экуменический. Обратите внимание на заголовок. Это не мой Иисус против вашего Иисуса. Это наш Иисус. Папа это говорил экуменической группе, в составе которой был Ганон Диев. Иисус. также является частью этого экуменического союза? Генеральная конференция АСД. Вот это перед вашими глазами, друзья. Перед вашими глазами. И он сказал, что у Иисуса была экуменическая. Библия говорит, «Выйди из нее, народ мой, и будет один пастух и одна церковь». Иоанна, глава 10, стих 16. Откровение 18, глава, стих 2, 4. Когда Ганон сказал «экуменический альянс», это означает, что все религии это путь к достижению Бога. Это экуменизм. Это плюрализм. продвигает Ганун-Диеп. От антихриста к брату во Христе. Так сегодня протестанты смотрят на Папу. Вот так, друзья. Вот так, друзья. Это то, что имел в виду Ганун-Диеп. Я поясню. Ганун-Диеп развязывает психологическую войну против адвентистского народа. Посмотрите на этот сегмент, подтверждающий, что Ганун-Диеп написал статью и ее опубликовал на актуальной платформе адвентистской организации, называемой Adventist News Network вместе с Adventist Review. Послушайте, что там сказано? Разве нам не сказано, в первом томе избранных вестей 204-й страницы, что враг душ человеческих стремится обосновать необходимость в изменении наших доктрин? Начал ли Ганун-Диеп изменять доктрины, которые являются столпами нашей веры? Спасенные, чтобы служить. Пробудитесь. А как со второй и третьей ангельской вестью? Являются ли эти вести столпами нашей веры? этот человек сказал, что папство изменилось? Папство изменилось. Поскольку папство изменилось на основании искаженного, потерявшего ориентацию ума Гануна Депа, тогда зачем нам нужно проповедовать? Что Вавилон пал? Пал. Разве он не изменился? Разве это не разрушает столпы нашей веры? и сестра Уайт говорила об этом. Но некоторые люди говорят, что новая организация представляет секулярных, номинальных, либеральных членов адвентистской организации. Например, те, кто продвигают церковь розовых скамей и садомию, и расовый вопрос, коммунизм и так далее. Но кто это также делает? Так называемые консерваторы? Ганун Диеп и кто послал его? Тед Вильсон? Кто послал его? Марк Финли? Кто послал его? Руководящий орган Генеральной Конференции. И сестра Уайт говорит, что буря и шторм сметут эту структуру. Была бы создана новая организация и написаны книги устанавливающие новый порядок. Вы видите это? Я вернусь к этому в другой раз. А сейчас я лишь этого коснусь. У нас есть так называемые адвентистские аспиды среди нас. От конференции АСД, от администраторов, университетов, от профессоров, пасторов и даже членов церкви, которые говорят, Эндрю Энрикес, сестра Уайт, говорит, ты должен в своем служении зависеть от организации, конференции. От чего? Итак, мы должны объединиться с отступнической системой, со ступившим руководством, со ступившими руководителями. Если это так, то протест окончен. Это слепые вожди слепых. оставьте их. Это Библия. Матфея, глава 15, стихи с 9 по 14. Деяние 2, глава, стих 40 и 41. Я иду дальше. Великая борьба, страница 45. Если единство нельзя сохранить никаким иным путем, кроме принесения в жертву истины и праведности, тогда пусть будет разделение и даже борьба. Да, я мог бы захотеть объединиться с адвентистскими церквями под генеральной конференцией, но не идя на компромисс с истиной и праведностью. И любой, кто учит, что вы должны объединиться с любым местным пастором, местной адвентистской конференцией, юнионом, дивизионом, со вступившими руководителями, эти люди волки в овечьей шкуре. Да, я бы хотел объединиться со всеми уровнями руководства генеральной конференции, да, но не путем компромисса с истиной и праведностью. Как Лютер сказал, до сих пор я слегка тревожил отступивших руководителей. Слушайте, это слова Марка Финли. Это прекрасный корабль. Этот прекрасный корабль Бог проведет. Минутку. То есть это же система, в которой Ганун Диа порочит Библию и порочит Дух Пророчества, а он представляет организацию генеральной конференции. Марк Финли сказал, что существующая на данный момент структура генеральной конференции является этим кораблем, и он пройдет через кризис начертания зверя и выживет. Что скажите мне Бог сделает? Он проведет этот прекрасный корабль, на борту которого находится народ Божий в безопасную гавань. Если понадобится внести какие-то коррективы в руководстве, Бог позаботится об этом. Находятся люди, которые думают, что они помазаны Богом. Быть пророческим голосом сегодня, чтобы исправить руководство. Находятся люди, которые считают, что их задача исправить то, что неправильно. Мне нравится, как сестра Уайт высказалась по этому поводу. Если понадобится внести какие-то коррективы в руководстве, Бог позаботится об этом, и Он исправит существующие недостатки. Давайте верить в то, что Бог благополучно проведет безопасную гавань, прекрасный корабль, на борту которого находятся дети Божьи. Да, буря приближается. Буря и шторм Марк Финвей сметут эту отступническую организацию, называемую организованным телом. Я дам пояснение. Вы помните, и вот почему я знаю, я начну с предисловия, вот почему я знаю, что руководители генеральной конфликции являются соучастниками публичной риторики и позиции Гануна Диопа, что папство изменилось, протест окончен. Когда наступило время всем делегатам проголосовать за руководителя отделов, обычно делегаты голосовали за каждого руководителя отдела, здоровья, субботние школы, ну вы поняли суть евангелизма, миссионерского отдела, казначея, ну вы поняли суть. Но что они сделали в этот раз? Они сказали, что мы хотим, чтобы вы проголосовали за или против, за всех руководителей отделов, включая Гануна Диопа. Но кто-то встал на этой сессии, слава Богу, у него есть 7000. Вы можете найти некоторых в конференции, и однажды они будут в других местах. Аминь. Встал. Какой-то обман. обман. Почему мы не можем голосовать за каждого в отдельности? Нет. Вы должны голосовать за всех сразу. Обман. И он начал настаивать на этом вопросе. И председатель ответил, разве я не сказал вам не называть поименно, не называть отделы, потому что делегат назвал отдел по связям с общественностью и религиозной свободы. У нас проблемы с руководителем Гануном Диепом. И что произошло? Делегаты склонились и голосовали за всех. Почему руководители сделали это? потому что они знали, что люди послали своих делегатов и сказали у нас проблема, как они поступали во время пандемии и Ганун Диеп является тем, кто это возглавляет. Другими словами, на этой сессии Генеральной конференции руководители заглушили голос делегатов, но не только их, но и голос людей в местных церквях, которых представляли эти делегаты. У кого власть? У людей на местах, но теперь у кого власть? У руководителя Генеральной конференции, которые заглушили протест и делегаты проголосовали за. И Ганун Диеп сохранил свой пост. И поэтому недавно в Кении Найроби он мог сделать заявление что Папа изменился. Он для меня просто еще один человек. И поэтому что тут такого, если я с Папой встречусь? Я вам скажу, Ганун Диеп делает такие заявления, потому что он знает, что те, кто за ним поддерживает его, Тед Вильсон и Совет руководителей, вы не будете делать такие заявления, если вы знаете, что попадете в беду. нет, не будете. Ну же, размышляйте. Вот Ганун Диеп развязывает психологическую войну против адвентистского народа. Знамение времени 19 февраля 1894 год. Церковь, которая сокращает дистанцию между собой и Папстом, находится в оступничестве. И когда они сделают это, будет воскресное поклонение, потому что они подадут руку римской власти. Что сделал Ганун Диеп и руководители Генеральной Конференции протянули руку? Почему? Потому что Рим изменился по их мнению. Вот так. Это правая рука сатаны. Кто Ганун Диеп сейчас? Так как Ганун Диеп и руководители Генеральной Конференции пожали руку человеку, который является правой рукой сатаны, то кто они? Послушайте статью из ЭНН. Ганун Диеп назвал ее «Пересмысление нашего наполненного страхом непонимания посланий трех ангелов». Господь помилуй, этот человек собирается переосмыслить вести трех ангелов? Это было написано в 2021 году в октябре. А что он недавно сказал? «На прошлой неделе в Найроби то же самое. Папство изменилось». Послушайте, что он говорит. Что значит пересмысление? Это значит переделывать, изменять, психологическая война, изменять ваше учение. Адвентист седьмого дня. Что сестра Уайт сказала «Новая организация, первый том Избранных Вестей, 204-я страница. Я надеюсь, что с ваших глаз спала пелена». Друзья, некоторые люди не примут того, что я говорю, как истину, потому что принять то, что я говорю, как истину, значит, им придется извиниться публично за то, что они говорили обо мне бездоказательно и о Божьем служении. Я в смирении говорю это, чтобы признать истину, которую я говорю, им надо произвести перемены на основании Библии и Духопророчества. А поскольку в их голове, в их мыслях гордость, они лучше скажут, что он говорит неистину. Послушайте, он называет Божью церковь Вавилоном, чтобы усмирить и заглушить протест, но с благодатью Божией, как Босс сказал Павлу, Савлу, «Савлу, зачем ты идешь против вражна?» Вернемся к Гануну Депу в психологической войне против Божьего народа. Затем он предупредил зрителей о том, что принятие позиции страха может исказить адвентистское богословие, эсхатологию. Что такое эсхатология? Пророчество конца и поведение, особенно вокруг острых тем, таких как начертание зверя. Видите, Рим изменился и печати Божией, в результате чего адвентисты становятся нелюбящими и осуждающими. Поэтому те, кто является Божьими протестантами-реформаторами, теперь нелюбящие и осуждающие, а не террористы. Продолжим читать. Это то, что он говорит. «Те, кто смешивают будущие события с текущей реальностью, отвергают отношения, отвергают экуменические альянсы пересмысления, отвергают отношения с другими христианами, например, как ненужные и бесполезные. Они, верные адвентисты, смешивают других христиан с будущими врагами и ведут себя так, как будто их участь уже запечатлена». Друзья мои, Библия называет руководителя папства человеком греха. И далее, что начертания зверя уже положены на тех, кто не соблюдает Библейскую субботу. Это переосмысление Божьих доктрин истины. Друзья, если бы это было так, то оно не было бы так опасно. Я сказал вам о моих источниках. Причина, почему эти источники посылают мне эту внутреннюю информацию в том, что они любят Божий народ. Они хотят, чтобы адвентистская организация выполняла свою работу, к которой Бог призывает ее. И даже если адвентистская организация будет делать то, к чему она призвана, это не аннулирует служение на самообеспечении, не связанное с конференцией. У Бога будет оно по-прежнему. Это не одно или другое, а оба, друзья мои, оба, как две руки, оба. Один источник послал мне проповедь Гануна Диепа, которую он говорил во Франции. Я не говорю по-французски. Они хотят перемен. Хотите ли вы перемен? Послушайте, один источник мне рассказал, что Ганун Диеп ездил в университет во Франции. И тот университет и еще один иезуитские заведения. Кстати, Ганун Диеп обучался иезуитами. Вот почему у нас есть динамит в чате. Помните, когда католическая церковь назвала Лену Уайт «Еретичка недели». Вам нужно послушать проповедь Гануна Диепа в Найробе в тот день, когда он сказал, что он не проповедует трехангельскую весть, а проповедует только о Христе. Вот так. Что нас отделяет от мира? Три ангела. А он представляет организацию СД. Это значит, что протест окончен.